Продолжение следует... 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому очень приятно вас сегодня здесь всех видеть. Мы впервые открываем наш региональный форум социально-ориентированных некоммерческих организаций. Это приоритетное направление деятельности, как и всего правительства Лорусской области и непосредственно нашего министерства. Это действительно, как иногда говорят, это третий сектор экономики, который вносит не меньший вклад в развитие и нашего общества, и в целом, и регионы, и страны. Потому что действительно является таким связующим звеном между тем, что действительно идет от сердца и создает более благоприятные условия для жизни наших жителей, наших граждан. И это очень востребовано, потому что бизнес, наверное, просто бизнес, он действительно зарабатывает, у него цель, как все декламируют, это получение прибыли. А здесь, конечно, все-таки несколько другой уклон. Хотя вот это вот сочетание тонко, оно тоже очень важно. И мы со своей стороны очень много стараемся сделать, услышать действительно потребности социальных предпринимателей, некоммерческих организаций, социально ориентированных. И у нас вот сегодня такое красивое говорящее название «Голос НКО», потому что мы действительно хотим слышать вас, слышать, что вам необходимо, как нам лучше вместе взаимодействовать, потому что только вместе мы можем достичь больших результатов. И мне очень нравится ваша направленность на партнерство, взаимодействие, открытость. Поэтому я сегодня очень рассчитываю на плодотворную работу, совместную, чтобы действительно такая будет площадка, где мы обменяемся мнениями, наметим наши и ближайшие планы, и, наверное, какие-то стратегические моменты. Потому что вот плюс сегодня более 130 участников, вы мне вот подсказывает, из наших всех муниципалитетов и участники высокого федерального уровня. Мне тоже большое спасибо, что оценили нашу площадку, и для нас это очень важно, чтобы у нас был канал донесения наших идей, наших чаяний до более высокого уровня, потому что, конечно, это движение идет по всей стране. По-моему, это у нас на самом деле жители России, это очень добродушные, дружелюбные, креативные люди. Поэтому нам надо объединяться и двигать вместе наши замечательные идеи. Вот поэтому всем желаю сегодня хорошей работы, взаимодействия, новых знакомств, идей и, конечно же, их реализации. Уважаемые участники, считаем первый региональный форум из СОНКО Мурманской области «Голосовко» открытым. И для участия в первой пленарной дискуссии приглашается панель экспертов. Русского Татьяна Витальевна, министр развития Арктики и экономики Мурманской области. Метышев Сергей Борисович, министр труда и социального развития в Мурманской области. Печкаева Татьяна Вадимовна, председатель комитета по социальной поддержке взаимодействия с общественными организациями, председателями организаций в Мурманске. Трифонова Юлия Сергеевна, председатель Мурманской региональной общественной организации в защиту жизни и духовно-нравственных ценностей. Апанасенко Александр Николаевич, председатель правления межрегиональной общественной организации в помощи нарко-яркозависимым. И с большим удовольствием приглашаю модератора пленарного заседания Маковецкую Светлану Геннадьевну, директора фронта Центра гражданского анализа и независимых исследований грани, председателя комиссии по развитию институтов гражданского общества при президенте Российской Федерации. Ваши приветствую. Спасибо большое. Спасибо за то, что вы все собрались. Мне кажется, совершенно замечательная возможность у нас поговорить о том, что с нами случилось, по крайней мере, за последние два года. Существуют ли какие-то точки роста? Что в опыте наших некоммерческих организаций нам представляется важным и нужным для того, чтобы учитывать при принятии решений как самими некоммерческими организациями стратегических и тактических в отношении своих целевых групп, так и органами государственной власти, которые занимаются государственной поддержкой социально-некоммерческих организаций в разных тематических ракурсах. А не случайно наш с вами форум называется «Голос МКО». Давайте мы попытаемся реальному сделать «Голос МКО». Во-первых, я хотела бы сказать, что у нас несколько секций. Пожалуйста, используйте эту возможность для того, чтобы пообщаться друг с другом, познакомиться с теми, с кем вы можете налаживать партнерские связи, задать необходимые вопросы, услышать что-либо новое. Посмотрите на программу. Первая после пленарных дискуссий панель – это панель, на которой мы ставим вопросы и находим варианты решений, чтобы понять, как нам действует на следующий год. А последняя наша панель касается образовательных аспектов, связанных с тем, что некоммерческие организации, их полезность – это люди прежде всего. И люди, которые становятся более активными, обустроенными, современными, лучше понимают про технологии и так далее, это замечательно, так что воспользуйтесь этим. Кроме того, у нас в раздаточных пакетах у вас есть такие открытки. Кто видел такие открытки и кто даже воспользовался? Есть люди, которые уже даже заполнили. Покажите мне. Ну, смотрите, вы замечательные люди, активисты, вам не нужно никаких указаний. Итак, у нас есть возможность использовать это для того, чтобы вы задали вопросы и сделали какие-нибудь предложения, обозначить не только проблему, но и решение. Давайте мы заведем в Мурманской области такую традицию, что у нас будут собираться не только специалисты по проблемам, но и специалисты по решению. Мне кажется, что это очень важная вещь и очень, по-моему, идет к лицу мурманскому характеру. Поэтому, значит, вот, пожалуйста, это еще один голос НКО. Кроме того, вы можете задавать вопросы. И вот у нас стоят во всех углах замечательные люди, которые нам будут помогать. Если вам пришел в голову какой-нибудь вопрос во время пленарной дискуссии, вы можете его задать, записав на листочке. У вас для этого есть блокноты или попросите блокноты у наших замечательных помощников. Они будут переданы. Но сразу вам говорю, поскольку у нас совсем немного времени, мы не сможем на эти вопросы ответить сейчас на все. Может быть, ответим на 1,2. Но мы совершенно точно говорили с организационным комитетом, с уполномоченными органами, с представителями общественной палаты, что после форума соберется вот этот большой ариапак людей, которые хотели бы понять, что предложили, на какие проблемы обратили внимание участники форума. Они специально подумают, что нужно включить в такую повеску дня, за которую могут взять ответственность сами от кого, уполномоченные органы, органы и организации, которые занимаются поддержкой некоммерческих организаций. Поэтому ваш голос и эхо этого голоса будет, я думаю, долгим и продуктивным. А сейчас давайте мы перейдем... Вот это все поняли, увидели. У вас есть возможность это заполнить. Итак, давайте мы сейчас перейдем к нашей с вами дискуссии. И наша дискуссия, как я уже сказала, касается того, что мы поговорим о том, есть ли какие-то точки роста, есть ли какие-то особенности в том, как работают, как действуют, как живут некоммерческие организации, как они взаимодействуют с уполномоченными органами в интересах развития Мурманской области, местных сообществ, городов и поселков Мурманской области, а самое главное — повышение качества жизни людей. А у нас для этого прекрасные спикеры, у нас совсем немного времени, я буду, извините, жесткой, чтобы следить за тем, чтобы вы по возможности дали возможности другим поговорить. Конечно, прежде всего, хотелось бы Татьяне Витальевне задать вопрос. Ну, просто потому что уполномоченные органы министра развития Арктики и экономики Мурманской области в свое время включение в государственную политику поддержки некоммерческих организаций и идеи, что мы их поддерживаем как третий сектор экономики, это была новость. Теперь у нас уже десятилетия с лишним развивается государственная политика, как такая достаточно серьезная и важная с методическими решениями, с точками роста деятельности органов власти, как регулярная функция, даже бы сказала, органов власти. Несомненно, оказывает свое влияние на то, как вы поддерживаете некоммерческие организации в Мурманской области. А есть ли какая-то специфика? Видите ли вы какие-то особенности? Что вам кажется наиболее приоритетным в поддержке НКО, чем эти перспективы, исходя из вашего опыта и на следующий год? Спасибо большое за вопрос. Ну, сначала, наверное, подготовили немножко слайдов, чтобы это визуально запомнилось, потому что действительно сектор НКО развивается в Мурманской области довольно-таки успешно, устойчиво. И в последние, наверное, годы все чувствуют еще большую потребность в работе таких организаций. Хочется с удовольствием отметить, что даже за последние два года у нас количество организаций таких растет. Если мы начинали, у нас там было где-то 729 организаций, в 2021 году у нас уже 785. То есть это значит и активные граждане, и понимают, как преобразоваться, объединиться, чтобы для достижения своих целей уже более эффективно. Потом, почему все-таки это экономика? Потому что она на самом деле дает рабочие места, что тоже немаловажно. и дает возможность реализоваться, ну, как бы там, тоже все на севере жить, да, очень важно, как бы, и... а когда на севере жить? Когда ты действительно можешь применить свои возможности реализовать цели. Быть востребованным. Да, быть востребованным, да. И, на самом деле, человек, он... Вот это же не сможет, не сократить. Это действительно так, потому что, ну, человек многократнее, но у каждого есть своя особенность. И очень важно, что здесь, на севере, тоже могут реализовываться и такие возможности. Вот. Поэтому, ну, наверное, такую позитивную статистику, в общем-то... Слышно? Слышно, извините. Прошу прощения, да. Такую позитивную статистику, ну, я, конечно, в первую очередь связываю с вами непосредственно, потому что это вы креативные, инициативные, настойчивые, целеустремленные, амбициозные, вот. Ну, и, конечно, то, что мы все-таки не покладая рук, несмотря на то, что у нас разные моменты и не всегда бюджет, допустим, такой, ну, приятный и готовый финансировать любые, да, наши, как мы считаем, например, важные идеи, вот. Но, тем не менее, за четыре года у нас поддержка, выделенная из бюджета на некоммерческие организации, достигла почти полумиллиарда. Вот. С каждым годом, так или иначе, объем поддержки увеличивается. Вот. Мы над этим работаем. И она, конечно же, дает свои плоды. Это и, как я уже говорила, и повышение качества жизни населения, и накопленные компетенции, потому что у нас уже есть очень мощные организации, которые действительно уже могут делиться своими наработанными компетенциями, как бы и по организации процесса, да, и по выявлению, и по взаимодействию, потому что, на самом деле, тоже очень непросто взаимодействовать. То есть, ну, коммуникация, это всегда самое, наверное, сложное, и самое главное, то, что потом дает возможность, ну, решение любой, в общем-то, проблемы, она просто становится задачей и решается, как, ну, как, наверное, уже в школе, и ресурсы находятся. Ну, хочу, конечно, поблагодарить работу, ну, коллег наших, которые работают в ресурсном центре. Мы взаимодействуем уже 4 года. И такой, скажем, небольшой рычаг, который, в принципе, даже меньше 2 миллионов, который в итоге дает синергию больше 100 миллионов, привлекая ресурс президентского гранта. И мы, вот, скажем, очень активно участвуем в этом направлении, мы привлекаем этот ресурс и его, ну, активно реализовываем. Это, конечно, большой плюс и такая значимая деятельность. И вот, на самом деле, я, ну, у меня много направлений поддержки, да, и коммерческих, и некоммерческих. Вот, и это один из самых эффективных ресурсных центров, где он действительно, вот, смысловое даже название передается, потому что действительно ресурс, который помогает, ну, как я уже говорила, реализовать ту или иную идею, и причем получить финансирование, что вот это тоже очень, ну, мало у кого, на самом деле, получается. И тут вот, ну, и учитывая то, что вы все больше настроены на, именно, ну, на творческую, на социальную ориентированность, да, и, казалось бы, экономика в стороне, то здесь, конечно, такая синергия очень важна. Ну, и если говорить о том, чтобы нам надо в каком направлении двигаться, развиваться, ну, как я вот уже уже отмечала, одно из важных, у нас есть уже и мастодонты, которые набрали свои компетенции и готовы делиться, есть и начинающие, и тут, наверное, должны быть разные подходы, и мы будем, ну, наверное, немножко структурировать, чтобы нам и выращивать новых, и укреплять тех, кто уже работает, и вот рискать. Тут вот тоже такой консенсус и больше мультипликативный эффект. Вот, потом, ну, конечно, у нас есть в целом, наверное, проблемы по субсидированию, потому что все равно до сих пор остаются разные подходы, да, к тем субсидиям, которые мы выделяем нашим бюджетным учреждениям, да, и когда к нам приходят на те же самые, в общем-то, направления, и это, в общем-то, одна из наших главных тоже задач, все-таки вывод бюджетного сектора больше в некоммерческую, вне бюджетную плоскость, и вот, ну, есть нюансы, мы над ними работаем, потому что даже, вот, казалось бы, такая социально ориентированная деталь, как обеспечение, да, ну, безбарьерной средой, да, и тут у нас тоже разные подходы, поэтому, ну, в общем, есть над чем работать. И, конечно же, то, что вот вступил уже в полную силу закон о государственном социальном заказе, а 34 региона уже внедряет его во всю, отзывы исключительно положительные, я думаю, что нам тоже уже стоит подключаться и включаться в эту работу, да, ну, понятно, что все непросто, всегда есть нюансы, мы, конечно, Сергей Борисович, уже обсудим, обсудим с вами сегодня, потому что, ну, да, неоднозначно, но результаты есть и положительные, поэтому все то, что положительные, надо адаптировать и на нашу землю. И, конечно, мы хотим, чтобы все-таки в каждом муниципалитете был, наверное, либо амбудсмен, либо представительство все-таки таких вот ресурсных центров, потому что это очень сильно помогает и выявить инициативных людей, и помочь им реализоваться. Тут, наверное, с внутриколом нашим, Министерством внутренней политики тоже посмотрим, какими ресурсами это можно сделать, где-то, может быть, это с привлечением местных администраций, где-то есть активные люди сами по себе, и, допустим, готовы тоже включиться в эту работу. Но это очень важно, потому что потребность есть, но не везде у нас такие точки открыты. Спасибо большое, Татьяна Итальевна. Я хотела бы обратить внимание, уважаемые коллеги, что мы будем продолжать эти линейки, этих рассуждений, во время нашего форума. Во-первых, у нас будет целая череда мероприятий, посвященные тому, каким образом осуществлять развитие потенциала и помощь некоммерческим организациям, которые работают на местном уровне. У нас будет по этому поводу секция целая, вторая сразу же после пленарных заседаний. И у нас будет по этому поводу образовательное мероприятие. Пожалуйста, воспользуйтесь этим. Я хотела бы обратить внимание на то, что нам сказали, что необходимо идти в сторону профессионализации сектора. И это очень важно, потому что профессионализация – это не только, иногда даже не столько, приход профессионалов в некоммерческие организации. Для профессионалов нужны хорошие рабочие места. Хорошие рабочие места с нормальной трудовой дисциплиной, с возможностью иметь нормальный отдых, хорошее, квалифицированное, нетоксичное окружение и так далее. Несомненно, в экосистему некоммерческих организаций включаются не только ресурсные цены, но и то, что вы сказали. Вот это распределенные какие-то пункты поддержки прямо в шаговой доступности. Стоит обратить внимание на то, что это иногда не только деятельность органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, но и возможность реализовать свои ресурсные функции некоммерческим организациям с высоким потенциалом. Хорошо бы, чтобы они обратили внимание на то, что они тоже могут реализовывать такие ресурсные функции, конечно, находясь в связанности друг с другом. И развитие конкуренции с учреждением, мне кажется, очень важно. Это прям вход в то, чтобы поговорить со следующим нашим спикером, Сергеем Борисовичем Микешевым, который является министром труда и социального развития Мурманской области. Но перед тем, как сказать, про социальную сферу, я хотела бы сказать, что президент страны лет пять назад сказал очень такую, я бы сказала даже жесткую фразу, он сказал, мы нуждаемся в соуправлении социальной сферы, в соуправлении. Соуправление — это хорошо работающие общественные советы, внятно эффективно работающие коммуникационные площадки в виде общественной палаты, которые коммуницируют общественный контроль. И соуправление — это высокая ответственность людей и организации, которые вовлекают в эти процессы, потому что нет ничего страшнее, чем административная нестабильность. Когда вы отдали какому-то поставщику услуги, а он вдруг взял и закрылся, или куда-то ушел, или еще какие-то. По-моему, это страшный сон любого государственного администратора. Поэтому у нас будет соуправлением посвящена площадка Совета Советов. Я просто очень, как бы это сказать, благодарна тому, что Мурманская область взяла на себя такую функцию — провести первый Совет Советов. Мне кажется, это очень важная вещь. Нам есть что обсудить, чем должны заниматься Общественные Советы таким образом, чтобы выполнять свою миссию не только в сфере контроля, но и в сфере собственной ответственности за то, что происходит в отрасли, в которой они помогают. А сейчас мы вернемся к социальной сфере. Ну вот, как уже понятно, с майских еще указов президента и в дальнейшем у нас комплекс мер, дорожная карта, речь идет о том, что необходимо постепенно переходить к тому, чтобы привлекать не государственных поставщиков услуг в социальной сфере, к которым относятся и социально-ориентированные экономические организации, социальные предприятия и так далее. И, соответственно, хотелось бы задать вам вопрос. Сергей Борисович, как вы считаете, вы удовлетворены состоянием потенциальных поставщиков социальных услуг в этой сфере? В чем вы видите основные барьеры взаимодействия? Где, как вам кажется, необходимо приложить специальные усилия, чтобы увеличить вот это партнерство для увеличения качества жизни и качественных социальных услуг и масштаба помощи в Мурманской области? Спасибо, Слава Геннадьевна. Уважаемые друзья, коллеги, оппоненты, вы знаете, вот когда вы произносили эти волшебные словосочетания, у любого чиновника, мне кажется, начинается аллергический зуб. Комплекс мер, дорожная карта. Это то, чего мы за время работы, я думаю, тот, кто работает в органах власти, наелся по самое горлышко, скажем так. Нет, это не значит, мы привыкли работать в этом формате. И я, вы знаете, правда, не хотел быть там оригинальней, чтить еще что-то. Бегу с прямого эфира на радио, без презентации. Понимаю, что у меня есть совсем немного времени, чтобы удержать ваше внимание. Постараюсь сделать это экспромтом, бегло, и ответить потом, если необходимо, на все вопросы, которые возникнут. Вы знаете, Эйнштейн говорил когда-то, замечательная у него фраза есть, «Почему мужчины так любят колоть дроба?» Потому что сразу виден результат. Вот, к сожалению, в нашей работе, что является результатом, что является критерием, и вообще, вот я эффективный руководитель, который взаимодействует социально-ориентированными некоммерческими организациями, или нет? Вы знаете, вот мне кажется, самым главным критерием эффективности нашего взаимодействия является то, что в этом зале есть мои коллеги, есть друзья, есть оппоненты. Это нормально. Мы с первыми поставщиками услуг то предоставляем им субсидию, то судимся. Это нормальная практика. Мы так работаем. Но вы знаете, самым главным критерием, наверное, является то, что Елена Евгеньевна – один из организаторов этого мероприятия, Александр Николаевич – один из спикеров. Это те люди, с которыми мы на протяжении вот этих… У нас это точка отсчета, 15-й год. У нас изменился закон о социальном обслуживании, он впервые появился в этом формате. Татьяна Витальевна, не даст соврать, Алексей видел, здесь есть, да, вот я был одним, наверное, из самых главных оппонентов и вообще скептиков внедрения этой темы в нашу сферу. Мне казалось вообще, ну какое социальное предпринимательство? Вы знаете, когда мы начинали, вот на первых встречах с социальными предпринимателями мы ведь выработали, знаете какой механизм? Нам нужно было затащить их в нашу систему. У меня на первых порах мы выбрали в качестве главной дороги, не дорожника, именно дороги магистральны. Это работа… У нас есть реестр поставщиков социальных услуг. Реестр поставщиков позволяет получать деньги из областного бюджета. В этом как бы основной смысл были разные варианты, но мы с коллегами из тогда Министерства экономического развития, еще не думая о глобальных изменениях в Арктике, все-таки приняли вот эту линию. Вы знаете, сначала у меня в реестре было… Вот по итогам 2015 года мы заманили, создали на своей базе, затащили три поставщика. Мы гордились тем, что у меня есть целых три поставщика не государственных услуг. На сегодня в реестре 50 поставщиков, 22 государственных, 28 негосударственных. Это 56%. Причем, вы знаете, я не могу гордиться вот этой цифрой, она не абсолютно, она плавающая. Потому что 11 поставщиков за этот период, они ушли из реестра. Да, там разные варианты, кто-то переименовался, ну и я тоже понимаю, есть определенные тонкости и хитрости, но сам факт по себе, что у нас подавляющее большинство поставщиков, это не государственные поставщики. Хотя, меня всегда коллеги из Минфина, я могу вот знаете, с гордостью произнести, сегодня на компенсацию услуг поставщикам не государственным уходит, вот у меня по прошлому году было 180 миллионов из государственного бюджета, в этом году запланировано 192. 192 миллиона рублей из областного бюджета уходит на компенсацию работы поставщиков не государственных социальных услуг. Коллеги из Минфина, это из полумиллиарда, о которых Татьяна Витальевна говорила, да, я горжусь, но, смотрите, 190 из полумиллиарда наши. Вопрос только в одном, насколько, как измерить, вот это много или мало, это хорошо или плохо. Да, у меня остались, по сути дела, мы не сломали систему социального обслуживания населения, она осталась превалировать, как государственная. Но социально ориентированные некоммерческие организации, они же мобильные, мы громоздкие, у нас куча всяких оговорок, а вы находите клиентов очень быстро, вы работаете. Вы знаете, конечно, приоритет на домном обслуживании, да, но у нас есть и поставщик, который предоставляет социальные услуги в стационарной форме. Это очень важно. И мне кажется, вы знаете, что за что нас били коллеги из Минфина? Вот мало отваливать определенный сегмент областного бюджета, не государственным поставщикам, этим нельзя, наверное, просто гордиться, но важно тот процент людей, которых они обслуживают. Вы зашли на рынок, вы полноправные партнеры, и вы развиваетесь, и в этом рынке движетесь. Я вот с Александром Николаевичем, мы в постоянном обмене, у него возникают замечательные идеи, он их реализует. Мы не всегда можем помочь так, как, наверное, он ждет от нас. Но то, что мы работаем, и это действительно формально и неформально, мы закрываем очень многие вещи благодаря государственным поставщикам социальных услуг. Мы не можем создавать сейчас, особенно в теперешних условиях, государственные областные учреждения, которые будут решать вот конкретную задачу. А не государственный поставщик на рынок зашел, и он предоставляет эту услугу. Вы знаете, мы поддерживаем конкурсные процедуры среди СОНГО. У нас 10 миллионов в этом году идут именно на субсидию на реализацию проектов. А проекты могут быть разные. Вот я вижу моего давнего оппонента и партнера Викторию Лужинскую, которая с нами не дает нам покоя, но которая тоже взяла свой сегмент рынка, если говорить про доступную среду, и работает на нем, и вполне успешно. Мы, понимаете, есть вещи, которые, наверное, тебе не дают вот, я не знаю, успокоиться. Мы, я понимаю, насколько сейчас сложная ситуация. И насколько важна поддержка государства тому поставщику, который вошел, у которого есть обязательства перед людьми. Но мы... Все, я понял. Это тайминг. Я перебрал. Коллеги, спасибо большое. Я получаю, правда, огромное удовольствие и от общения с вами, и от работы с вами. Я знаю, что мы тоже не всегда удобный партнер. Мы придираемся. Мы, ну, что делать? Это большие деньги. И мы понимаем, что самое главное, что у нас с вами есть один критерий, один фактический оценщик нашей работы. Это люди. Люди, которые приходят к вам и люди, которые приходят к нам. Очень плохо, когда они из моих организаций государственных бегут к вам. Я переживаю. Но, с другой стороны, я понимаю, что это рынок, а вы на рынке полноправные партнеры. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Сидни Борисович. Простите, я все, я злоупотребил вашей добротой и вашим вниманием, но я хотел бы сказать еще одну очень важную вещь. Нас оценивают, да, есть такое понятие, как независимая оценка качества. Абсолютно так. Мы уже не первый год. Мы оцениваем не только государственных поставщиков, но и не государственных поставщиков. Я горжусь, что по итогам года в числе абсолютных победителей у нас есть организация, которая с огромным удовольствием я благодарственным письмом надражу. У нас была наша анонимная коллегия, министерство итоговое. И вот коллектив детской деревни Соскандалатша, который занял первое место в независимой оценке. Собравь, кто... Абсолютно. Где Соскандалатша? Кто-нибудь открыл, как вот и выгодно, как и выгодно. Нормально. Если... Поздравляем. Замечательно. Вот там идет поздравление, но мы все равно видим и хлопаем. Спасибо большое. Независимая оценка качества это очень важная вещь, в том числе и демонстрирующая, каким образом еще может взаимодействовать общественность разнообразная с социальной сферой, переводя в такой допустимый для государства язык оценку потребителями того, как работает учреждение. Несомненно, это очень важная вещь. Я хотела бы сказать, что впереди у нас еще большое будущее, связанное не только с передачей услуг, не государственных поставщикам услуг, и нам нужно готовиться к квалификационному отбору, нам нужно готовиться к взаимодействию с учреждениями и кооперации между собой, потому что закон о социальном заказе, полноценно начинающий свою реализацию с 2024 года, требует, чтобы мы кооперационные налаживали связи, а кооперация это не дружить за столом и на брудершафт беремку безалкогольного напитка поднимать. Это вообще серьезные вещи, к нему нужно готовиться, но я думаю, что есть еще возможность посмотреть на некоторые проектные взаимодействия, помимо регулярного взаимодействия, связанные с тем, что Агентство статистических инициатив в прошлом году предложило президенту разработку и реализацию социального стандарта региона. И это, конечно, можно делать, президент сказал, да, и, конечно, это можно делать только во взаимодействии как с представителями цельвых аудиторий, так с представителями государственных и государственных поставщиков, потому что это серьезная вещь и особого типа обязательства, которые выражаются и в цифрах, и в секундах, и еще в чем-то и так далее. Поэтому я думаю, что если мы поймем, что Сергей Борисович с его широкой душой и готовностью работать с государственными поставщиками точно так же будет с ними вместе проектировать будущее, а не только настоящее, в виде передачи услуг, это будет замечательно. Мы желаем вам в смысле удачи. Окей. И да, мы рассуждаем по-прежнему взаимодействие с возможной связанной социальных, государственных и государственных сервисов на площадке на второй, по-моему, секции. Возможно, мы обсудим это частично, как некоторые элементы отстройки совместного фандрайзинга. Обратите, пожалуйста, внимание, что у нас на полях форума проходит консультирование, а после пленарных заседаний вы можете поконсультироваться у юристов, бухгалтеров, у нас будет совершенно замечательный консультант, который занимается тем, как превратить в капитал образ и межрепутацию некоммерческой организации. И я хотела бы на этой же площадке, которая Митя Довушев ведет, я хотела бы сказать, что там же можно будет обсудить вопросы, связанные с тем, как можно проходить квалификационный отпор в ситуации, когда вы не очень заметны. Вашим потребителям, я думаю, что вы с большим удовольствием поможете им точно так же. Идем дальше. И у нас теперь муниципальный уровень, мы чуть-чуть по времени ползем, но очень страшно пытаемся поджаться. Я хотела бы поговорить с Татьяной Вадимовной Печкаревой, которая представляет самый крупный муниципалитет, насколько я понимаю, МОНСК. А вопрос вот какой. Вообще, надо сказать, что нет ничего более ругаемого в российской действительности, как муниципальное управление. Если вы что-нибудь ругаете, всегда вспомните про муниципалитеты, всегда вроде как выка в строку. Это совсем, мне кажется, неправильно, потому что именно на местном уровне и в шаговой доступности видно и потенциал, и возможность реализации некоммерческих организаций, но вместе с тем сама муниципальная политика поддержки некоммерческих организаций совершенно разнообразна в Российской Федерации. Кто-то просто копирует регион, кто-то по остаточному принципу, кто-то находит какие-то особые точки роста, особые предпочтения и так далее, и так далее. А вот как вы видите приоритеты в поддержке НКУ в вашем муниципалитете? Что вам кажется важным именно для качества жизни, экономики и социальной сферы города Морганска от некоммерческих организаций? Добрый день всем участникам нашей прекрасной организации, нашего форума. Очень рада, в этом зале партнеров, коллег и большое спасибо организаторам этого форума за то, что пригласили именно на муниципальное образование город Морганск поучаствовать и рассказать о своих успехах. В качестве позитивного я бы хотела отметить город Морганск, администрация... Слышите? Слышите? Администрация города Морганск имеет действительно достаточно уже серьезный опыт в организации взаимодействия с некоммерческими общественными обвинениями. Мы этот опыт реализуем уже более 10 лет, и вот в качестве позитивного я хотела бы отметить за эти годы это наше совместное умение с некоммерческими организациями коммуницировать, умение слушать и самое главное слышать друг друга. Потому что на протяжении этих 10 лет действительно мы его развивали и хочу еще похвастаться тем, что город Морганск был одним из первых муниципальных образований в нашем регионе, который при администрации города Морганск создал общественный совет. Это было в 2011 году. Действительно очень было много проблем и тогда руководители города понимая всю важность для общественности и для населения города, важность вот этого налаживания диалога взаимовыгодного, приняли решение создать общественный совет. У него вошли представители 67 общественных обвинений, почетные граждане города Морганск, и мы действительно на регулярной основе по сей день имеем возможность общаться. Представители общественных обвинений задают абсолютно любые вопросы, касающиеся жизни города, формирования доступной среды, формирования комфортной городской среды, вопросы, проблемы, все, что волнует человекам общественных организаций. Эта работа, повторюсь, продолжается очень активно, и, наверное, не случайно, вот в этой связи в 2021 году город Морганск занял первое место в рейтинге поддержки механизмов, да, взаимодействия с общественными обвинениями, и все это, конечно же, будет продолжено и в нынешнем году. Мне хочется отметить вот та форма работы, которая была организована и продолжается в части взаимодействия с общественностью через общественные советы, и теперь их в реструктурных подразделениях администрации города Морганск, опять мы активно включаем представителей общественности в коллегиальные и совещательные органы, 25 вот таких органов в своем составе имеют представителей общественности, это очень активные структуры, и комитет, который я возглавляю, тоже имеет такие органы, советы, которые и представители общественности, в том числе, которые присутствуют в этом зале, помогают нам действительно решать серьезные вопросы. Одно из основных, скажем так, форм поддержки, это, конечно же, финансовая поддержка, и администрация города Морганск всегда очень к этому относится ответственно. Я думаю, что вы меня поддержите. Наши комитеты, которые входят в структуру администрации, которые представляют такие отрасли, как образование, культура, спорт и живот. Ну вот я сейчас могу ответить за 22-й год, да, вот 33,5 миллиона рублей, это средства, которые были выделены из бюджета муниципального образования города Морганск на реализацию, в форме субсидии на реализацию различных проектов. Кроме того, вот комитет по образованию 60 миллионов рублей, выделила на сертификаты персонализированного финансирования. Очень важное мероприятие. Конечно же, я хотела бы еще, наверное, отметить такую форму поддержки, как имущественная. Не секрет, что в других муниципальных образованиях очень часто встречается такая проблема «Дом для общественной организации». Ну вот мы пошли таким путем. У нас достаточное количество общественных организаций имеют преференции по оплате аренды за предоставленное им в пользование помещениям из муниципальной козлы. Ряд организаций, ну в частности, 9 организаций в городе Мормонске, они пользуются абсолютно безвозмездно помещениями, которые находятся в оперативном управлении комитета, которую я возглавляю, имеют возможность ежедневно решать свои вопросы в этом доме, приглашая членов организации. Мы приходим с различными вопросами, с ответами, общаемся. И все это, еще раз повторюсь, абсолютно безвозмездно. Конечно же, проблемы, они существуют, но для того мы, скажем так, развиваем эту сферу, чтобы эти проблемы решать. Вот сейчас я знаю, что очень остро стоит проблема кадрового обеспечения. Очень много общественных организаций сталкиваются с тем, что в течение срока руководства общественной организации встает необходимость замены. Вот буквально вчера я разговаривала с Ларисой Ивановной, Рябышевой, руководителем нашей организации инвалидов, это региональное отделение Всероссийского общества инвалидов. Вот человек уже отработал на этом поприще достаточно длительное количество времени, а руководителя себе на смену найти не может. И так происходит довольно часто, поэтому я считаю, что вот наша задача это, конечно, обеспечить, дать, вернее, все возможности для того, чтобы подготовить потенциальных руководителей общественных обвинений, потому что сейчас мы понимаем всю ответственность, которая ложится на плечи руководителя, действительно серьезные финансовые средства, которые поступают из бюджетов различных уровней, они требуют отчетности, они требуют своевременной отчетности, дисциплины в работе с этими документами, поэтому руководитель бухгалтерапического обвинения, конечно, это очень должны быть люди квалифицированные и хорошо подготовленные. Елена Евгеньевна поняла, поняла, что, да, еще раз хочу поблагодарить всех за активность и со своей стороны, как руководителя комитета, который занимается взаимодействием сообщественным обвинением от администрации города Мурманска, хочу заверить, что работа и управление будет продолжена. Спасибо. Спасибо большое. Оставляю, что вы в разные стороны смотрите вот эта идея о том, что поколенческий переход для организации необходимо точно так же поддерживать, развивать коллективное лидерство очень важен. Но я хотела бы обратить внимание еще не на мурманскую историю. Мне сказали, что в Мурманской области появилась еще одна точка роста. Здесь должны быть представители единственного ТОСа, если я верно мы не говорим, в Мурманской области есть такие или нет. Вы можете вот, вы просто герои. Мы на вас очень надеемся и надеемся, что такая форма некоммерческой деятельности, как территориальное общественное самоуправление, которое одновременно НКО и одновременно форма вовлечения граждан в принятие решения на местном уровне будет развиваться, в том числе потому, что один из самых видных форматов такой организации соседских сообществ, раз уж мы говорим про сообщества, что очень важно. И еще раз обращаю внимание, что у нас будет секция, я почему-то называю вторая, секция третья, которая посвящена работе на местном уровне, это вся лидия и категория НКО в муниципалитете, на которую можно будет рассмотреть специально опыт и Елена Павловна, которая будет ее модерировать, Елена Павловна Малинская расскажет об опыте российском, как возникают специальные площадки для того, чтобы на них взаимодействовали, приходили некоммерческие организации, разные сообщества в виде центров активных людей, ресурсных центров на местном уровне, центров поддержки общественных инициатив и так далее, потому что в некотором случае мы обнаружили, что некоммерческим организациям не нужно 24 часа площадка, нужна площадка для проведения консультаций, мероприятий и так далее, давайте посмотрим внимательно и обменяемся разнообразным опытом. Идем дальше, и у нас есть два человека, которых я, мы уже здесь поговорили чуть-чуть, потому что мне очень важно, чтобы мы их услышали, это собственные некоммерческие организации, невзирая на то, что они в этой панели завершают вот эту часть подиума, но при этом они не являются совершенно в этом смысле малозначен, потому что от них мы хотели получить информацию о том, это Юлия Сергеевна Трифонова, руководитель организации в защиту жизни, которая работает с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации, Александр Николаевич, которому, Афанасенко, которому замечательный министр оперировал несколько раз, который руководит организацией пробуждений, которая работает с людьми с особыми зависимостями, с алканаркой и зависимыми теми, кто же без определенного места жительства, то есть бестонные, на улице живущие люди и так далее. У меня к вам вопрос и к тому и к другому. Скажите, пожалуйста, а вы как видите ситуацию на примере ваших организаций? Столкнулись ли вы с какими-то проблемами или даже больше? Собираются ли вы расширять свою работу? И от чего зависит это расширение? Что вы можете сделать сами, что требует каких-то форм профессиональной поддержки, а что требует решения, например, органов власти и так далее? Пожалуйста, вам слово. Кто начнет? Давайте начнем. Александр Николаевич, как? Сергей Борисович правильно сказал, в свое время он затягивал организацию. Нас вот, мы как раз и являемся той организацией, которая нас за уши затащили в реестр поставщиков, потому что мы не пользовались этой услугой и вообще относились к государственным органам с опаской. Ну, это специфика нашей деятельности. Наша деятельность все-таки я квалифицирую не как помощь, а как уменьшение социального вреда, потому что наш контингент это наркозависимые, алкоголезависимые и бездомные. Как правило, люди довольно-таки сложные, поэтому работая там и чего таить-то я и сам из этой среды, поэтому мы всегда к администрации, вообще к органам относились с этим. А тут нас за уши говорят, давайте-ка вступайте. И вот в 16-м году мы вступили, и это довольно-таки большой толчок нам выделили помещение под реабилитационный центр. До этого мы располагались в квартире на Ленину 45 на 4-м этаже. То есть это было вообще умно непостижимо, бедные соседи. Ну, как мы не конфликтовали, старались все это как-то сглаживать, но в то же время сами понимали, что надо что-то делать. И вот толчок этот произошел, нам дали помещение, полтора года мы его ремонтировали, вступили в реестр, и потихонечку, потихонечку, потихонечку вот так вот и пошло. Сейчас, если брать конечный результат, уже статус межрегиональный. Мы открыли филиал, это город Выборг, ну, пока там тоже идет все на статье согласования с администрацией по поводу выделения помещения. Реабилитационный процесс мы довели до такого уровня, что университет московский за подписью Бориса Сергеевича Братусева, доктора наук, ректора РНГУ, нашу программу, так сказать, лицензировали. Есть лицензия университета, она, вот так вот, вот, к нам вот недавно мы проводили буквально два месяца назад здесь на базе, вот, комитет по молодежной политике. К нам приезжал наркологический диспансер города Петрозаводска. Мы с удивлением открыли для себя то, что в Петрозаводске нет реабилитационных центров, они приехали к нам для того, чтобы ознакомиться с детьми и направлять к нам людей. И был Санкт-Петербург, это центр семьи, государственное учреждение, то же самое. У них проблема в том, что мамочки с детьми, мамочки зависимые, и вот этот момент, куда девать этих мамочек, у нас в данный момент есть сейчас такая семья, мы взяли с ребенком, это, конечно, вообще трэш полный, потому что реабилитация как таково не получается, ребенок в этом случае мешает прохождению реабилитации, потому что родители начинают прикрываться, и процесс сбился, и мы пришлось разделить все-таки. Это из достижения, из статистины. В данный момент у нас еще говорили про администрацию города Мурманска, нам выделили безвозмездное пользование на 49 лет школу в поселке Дровинок, который мы хотим сделать не то чтобы приют, а мы все-таки говорим о том, что нужно не просто убирать людей с улицы, их нужно реабилитировать и социализировать. Это длительный процесс, если человек 5-10 лет живет на улице, то примерно столько же ему нужно как минимум сопровождение, если наркозависимого попроще, год-два, то с бездомными это прям десятилетия. По факту нужно создавать социальное поселение, делать им там рабочие места и чтобы они там жили, потому что они уже все равно не смогут социализироваться в том понимании, в котором мы это понимаем. Проблем тоже хватает, если поговорить 4 минуты, можно 4 часа говорить об этом, начиная с той же проектной документации по этому помещению, согласование не дают и там целая череда. Плюс мы с вами говорили по 89-й, мы выступаем инициаторами, чтобы накладывали топ обязанности прохождения реабилитации для лиц условно осужденных из освобождающихся. Мы сразу же закрываем несколько вопросов. Ну, пока 4 года пишем, как достучаться мы не понимаем. Если бы был человек, который имеет доступ вверх, мы бы проект могли предоставить очень хороший, на наш взгляд. Понятно. Вот я впервые вижу человека, который социальный лифт использует не в конструкции «перенесите мою тушку повыше», а который говорит «вы найдите человека, который письмо с нашим решением передает вверх». Очень разумно, по-моему, да? Спасибо большое. Спасибо. Я бы хотела здесь просто сразу передавать слово Еле Сергеевне, но прямо здесь заметить, что заметьте, у нас впервые прозвучало слово «гарантированные качества», потому что нам показали, что даже университет совершенно точно обозначил, каким образом устойчивые качества здесь может достигаться. Это совершенно замечательная вещь, но мы поговорим дальше, что-то доберу, как вы знаете, возникает. Юлия Сергеевна, вам слово. Но у вас что, как вы собираетесь дальше жить? Добрый день еще раз всем. Моя организация работает в сфере поддержки семьи, поддержки мамочек с детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. И, конечно же, у нас, как у многих других организаций, есть определенные проблемы, но сразу хочу оговориться, что нам с этими проблемами работать интересно, и я считаю, что те люди, которых мы привлекаем в свою команду, это очень высокие профессионалы. Здесь уже сегодня прозвучало о том, что очень важно готовить профессиональные кадры для работы в своем. Так вот, я считаю, что важно еще научиться нам их удерживать и продолжать с ними работать на протяжении долгого-долгого времени. Вот, это наша задача как руководители некоммерческих организаций. Я считаю, что в моей команде работают очень большие профессионалы своего дела. Так, немножечко тоже похвастаюсь. Мы в ноябре прошли сертификацию на получение статуса «Семейный ресурсный центр». Это сертификация федерального уровня всего 25 организаций со всей России получили такой статус. И у нас была очень серьезная проверка и профессионального уровня специалистов, которые работают, и документов, с которыми мы работаем, и тех технологий, по которым мы работаем. Вот, ну, это из хорошего, из проблем, с которыми мы сталкиваемся. Мы являемся получателями имущественной поддержки, за что огромное спасибо. Мы получаем, у нас очень большая скидка на аренду помещения, которым мы пользуемся, и в нашей организации два помещения. Мы бы хотели расширить свою деятельность, и нам нужны дополнительные площади для расширения этой деятельности, потому что мы предоставляем услуги с временным проживанием для мамочек с детьми. И, конечно, это должны быть помещения благоустроенные, по крайней мере, ну, может быть, пригодные для того, чтобы вот та категория людей, с которыми мы работаем, чтобы они могли воспользоваться нашими услугами. Помощь по оплате аренды мы получаем, да, но коммунальные услуги, конечно же, это очень большая статья расходов. Что касается проектной деятельности, все некоммерческие организации, практически все, так или иначе, участвуют в различных конкурсах грантов, в субсидии, на региональном, на федеральном уровне. Здесь очень много сидит получателей федеральной поддержки от фонда президентских грантов. И вот одна из проблем, как мне видится, это когда мы пишем какие-то крупные гранты, мы, сосредотачиваясь на работе проекта, немножечко оставляем в стороне свою уставную деятельность, то есть нам важно получить вот эту поддержку для того, чтобы сохранить своих специалистов, для того, чтобы продолжать свою деятельность. Но работая, придумывая и реализуя большое количество мероприятий в рамках какого-то проекта, уставная деятельность остается немножечко в стороне. Вот наша организация работает уже 12 лет, и мы научились сейчас, ну, наверное, года 2-3, мы научились это успешно сочетать и как-то варьировать. Ну, и я еще хочу сказать, что очень важно некоммерческим организациям объединять свои усилия правильным НКО, которые работают в одной сфере, объединять свои усилия и вместе направлять их на решение каких-то проблем. Вот так, например, сейчас в Гермаске у нас работает сеть гуманитарных центров, это несколько НКО, которые объединились добровольно, самостоятельно и помогают людям, которые нуждаются в этих одежды. Если у нас будет больше некоммерческих организаций, которые объединяются и направляют вместе свои усилия, свои ресурсы на решение какие-то проблемы, я считаю, что помощь будет гораздо более эффективной, но и, соответственно, мы будем тоже развиваться. Спасибо большое, очень замечательно. У нас, видите, сидят чемпионские организации, и если кто-то говорит о том, что в бренд региона вкладываются, прежде всего, крупные корпорации, обратите, пожалуйста, внимание, что мурманский опыт вполне возможно персонифицирует ровно вот эти два человека, которые сидят там во всей России, нужно отдавать этому должное и развивать. Я благодарю всех участников нашей панели, прошу их занять место в первом ряду и бежать на следующий эфир, с которого они прибежали при необходимости. Мы знаем, что все представители органов власти, участвующих в политике поддержки некоммерческих организаций, оставляют своих представителей во время форума для работы. Я приглашаю во второй пленарной дискуссии следующих экспертов. Ольгу Васильевну Анисину, консультанта управления и развития сферы культуры и искусства Министерства культуры Мурманской области, Ольгу Васильевну Горохову, заместитель главы администрации Терского района Мурманской области, Наталью Юрьевну Рашеву, председатель общественной палаты Мурманской области, Наталью Васильевну Зубову, которая руководит проектом ресурсных центров поддержки некоммерческих организаций социально-ориентирован в Мурманской области и является представителем еще и социального центра СОС «Урманска», и Марию Юрьевну Соловьеву, исполнительного директора фонда чистого капитала Кольский. Прекрасно. Эндаумент фонда Кольский. Да, ну, как это называется? Импортозамещение, но и в Африке импортозамещение в данном случае, видимо, да. Окей. Уважаемые коллеги, на прошлой панели мы поговорили, в предыдущей дискуссии мы обнаружили разные приоритеты, которые касаются того, каким образом, по мнению участников в дискуссии о Министерстве во взаимодействии с некоммерческими организациями, сами некоммерческие организации, органы муниципальной власти, каким образом они пришли к тому, что они считают важными результатами их деятельности и к чему они пришли в понимании того, какие приоритеты могут быть в дальнейшем. Сейчас мы с вами поговорим вот о чем. Уже совершенно понятно, что изменяющаяся ситуация предоставляет как возможности, так и серьезные испытания для некоммерческих организаций, которые должны одновременно реализовать свой потенциал и одновременно сами как-то уменьшить собственную множественную уязвимость. И при этом совершенно понятно, что никому сейчас в этом смысле нелегко, и органам власти, и социально ответственному бизнесу, которые организовывают новые организации, инфраструктуры, инфраструктурные проекты. Давайте мы пытаемся поговорить с вами о том, какой вы видите, какой представляете роль НКО в этом изменившемся мире, в мире, в котором возникают уязвимости, с которыми нужно некоммерческим организациям как-то работать, как усилить их потенциал, реализовать их возможности на разных уровнях. Давайте про это поговорим. И начнем мы с Ольги Васильевны Анисимовой, которую мне бы рекомендовали как человека, с которого, собственно, начиналась фактическая социализация, того, что можно называть взаимодействием некоммерческих организаций и в культурной сфере с органами власти, учреждениями. А вот в кризисной ситуации, как нам кажется, требуется особое взаимодействие некоммерческих организаций, творческих объединений, сообществ и так далее, и с органами власти, и с их целевыми аудиториями. Что Вы думаете о партнерах со стороны некоммерческих организаций, сообществ? В каком смысле Вы видите перспективы какой-то специализированной поддержки или специализированной тематической поддержки? Если можно, об этом, пожалуйста. Я представляю культуру, и культура традиционно очень удобная для входа в некоммерческие организации, ну и даже в последнее время субъекты предпринимательства, там, где можно реализовать свой творческий потенциал. Мы привыкли ассоциировать культуру часто с мероприятиями, с досугом, с радостью, с праздником. Но в последнее время наши партнеры из некоммерческих организаций, а мы с ними уже сотрудничаем длительное время, и я очень благодарю наших коллег из Министерства развития экономики и Арктики, которыми мы начинали эту работу по интеграции государственного сектора культуры, реализацию государственной культурной политики. Это тоже был сложный процесс, вы знаете, что культура очень структурирована, у нас практически все фронта закрыты, есть как культурный досуг, как биотичный, музейный, то есть очень устойчивая сфера. И, соответственно, нам необходимо было найти эту нишу для некоммерческой организации. Мы начали с малого, мы начали с организации и реализации мероприятий. У нас первое время были небольшие суммы, порядка 20 миллионов, на конкурсной основе выигрывали некоммерческие организации и показывали себя, показывали, как надо организоваться, как надо организовать то или иное мероприятие. Прошло уже около 10 лет, мы уже подошли к такому уровню, когда мы предлагаем некоммерческим организациям развивать целые направления культуры. И в этом году порядком 112 миллионов рублей мы на конкурсной основе предоставили некоммерческим организациям. Мы не только мероприятия и проекты, это также такое глобальное направление развития, как привлечение кинопроизводителей в Мурманскую области, это развитие кино, это не государственный сектор кино. И у нас за счет средств субсидий некоммерческой организации «Северный характер» реализуют эти функции, функции Центра развития кинопроизводства. Мы серьезно расширили поддержку творческих союзов, которые также являются не государственными, которые реализуют глобальную функцию по развитию таких направлений, как ветераново-радиатральные деятельности и другие. И у нас есть такой грант, как на реализацию собственных программ. И в этом году два творческих объединения театральных деятелей, региональное отделение театральных деятелей России получили на свою деятельность, именно на уставную деятельность. Юлия Сергеевна сказала, что очень часто НКО получает финансирование на мероприятия и забывается уставная деятельность. Здесь как раз две организации получили на уставную деятельность. Это региональное отделение Союза писателей России. И вы наверняка заметили ощутимый вклад их в развитие литературного направления, каким образом увеличивается количество произведений о Горнской области, об Арктике, как развиваются молодые таланты и также театральное направление. Наверное, если вкратце обобщить, то мы перешли от уровня реализации небольших мероприятий до уровня введения целых блоков и направлений. Нам кажется, чрезвычайно... Спасибо большое, Ольга Васильевна. Долго я вам работаю в этой сфере, как минимум, раз вы так долго занимаетесь, у вас начиналось все. Я хотела обратить внимание на то, что у нас впервые зашел разговор не только о том заказе, который может размещать органы исполнителя власти, у них государственных поставщиков услуг, конкуренции идей и вкладе в инновации и в развитии в профессиональной сфере. Вы про это и сказали, как некоторый новый шаг, и я думаю, что мы и дальше будем говорить про то, что можно развивать как особые новые идеи некоммерческих организаций с помощью государственных и инфраструктурных организаций, также замечательно совершенно. И вы сказали о том, что вы рассматриваете профессиональное сообщество как такую замечательную среду и особую сферу деятельности, мы про сообщество будем говорить непрерывно, но вы видите, что это ведет еще и к особой востребованности людей? Это, во-первых, это серьезно повышает качество жизни местного в Северном. Во-вторых, все-таки, я считаю серьезный по укреплению позитивного имиджа Бурманской области за пределами регионов, потому что благодаря деятельности вот таких прекрасных примеров, которые в предыдущей фанельной дискуссии, во-вторых, благодаря созданию творческих культурных продуктов и не только и социальных, оно привлекает внимание именно на федеральном уровне Гурманской области, это автоматически также ведет в себе ресурсы, это своеобразная инвестиционная деятельность, это вклад в будущее развитие региона, поэтому... Классно. У нас есть и образ будущий, причем в творческом осмыслении, замечательно, совершенно, спасибо еще раз вам большое, что мы про это поговорили, прям такой вход, по-моему, к Ольге Васильевне осуществили. Значит, Ольга Васильевна, мне сказали Тротерский район, что он не самый ближний к Мурманску, не самый большой и даже, мягко говоря, не самый большим бюджетом, но почему-то отличается какой-то особой теплотой отношений к некоммерческим организациям национальным образом. Вот скажите, пожалуйста, вот говорят, что на местном уровне фактор сообщества вот этих людей, которые могут встречаться, у которых общие интересы, он играет особенную роль, когда, например, происходит изменение культурных образцов или когда изменение населения, он очень фактор сообщества, даже в градостроительной практике считается очень важным. А для вас почему важно работать с некоммерческими организациями? Есть у вас какие-то планы, какие-то особые функции, вы какие-то площадки находите, не знаю, повод для взаимодействия, почему там хорошо некоммерческим организациям конкретно вашего района? Спасибо, Светлана Геннадь, за вопрос. Действительно, Северский район малый и отдаленный муниципалитет. И именно у нас формирование активного сообщества и вовлечение его в решение местных задач это имеет неоценимое значение, так как мы остро чувствуем кадровый голод, намного не хватает средств бюджета. И как показывает практика, власти очень важно посоветоваться с местным сообществом, что и как сделать, и стать хорошим помощником в поддержке инициатив в своей территории. У себя мы наблюдаем такой тренд. За последние четыре года количество НКО выросло в четыре раза. Мы считаем это своим достижением. Благодаря этому в нашем районе с богатой поморской культурой и историей уникальной природы проводятся события, и культурные мероприятия, экологические и спортивные акции, создаются приюты для животных. Также необходимо отметить и привлечение небюджетных средств. Так, ДКО который сегодня мистер наградил. Я думаю, что это заслуженная награда. Так вот, мы подписали соглашение об открытии структурного подразделения на базе четвертой школы. Предоставляем бесплатное пользование помещения с интернетом. Не требуем оплаты коммунальных услуг, а поможем с мебелью. Наш интерес работа с теми находящимися в трудной жизненной ситуации по уникальным методикам. Работа службы медиации. И мы очень надеемся, что здесь будет точка, где спормируется активное местное сообщество неравнодушных к этой проблеме людей. И, конечно, это возможность для муниципалитета получить востребованные услуги с небольшим для муниципалитета затратами. Конечно, планы у нас есть. Так, в 21-м году у нас открылась современное молодежное пространство, которое стало центром притяжения молодежи. И мы планируем эту площадку использовать для обмена опытом работы НКО, а также для облучения волонтеров и активных граждан. Ежегодно планируем средства на поддержку НКО. Так, в этом году у нас состоялся конкурсный отбор для предоставления субсидии. Результат нальцом. Опять же, НКО Умко-культурный север реализовала проект «Точка притяжения двора». И в нем приняли участие более 200 местных жителей. В результате благоустроено две придомовые территории, детская площадка и шесть игровых программ объединили детей в игровые сообщества. Для нас очень важно участие НКО в таких сферах, как сохранение северной природы, очистка уникальных мест, водоемов. Население очень трепетно к этому относится. Есть общественники, волонтеры, им необходимы внимание и помощь. И они много сделают. В следующем году мы в Терском районе ожидаем массовое прибытие туристов. 2023 год, год ухода горбуши. И мы понимаем, что потребуется участие в населении, недопущение загрязнения, очистки территорий. И уже сегодня мы планируем совместную работу муниципалитета, хозяйствующих субъектов, правоохранительных органов и вновь созданной местной общественной организацией УМВА наш север. конечно у нас много достижений, но и проблем, как говорят, хватает. Это конечно наша удаленность. Вот мне сегодня пришлось встать в 4 утра, чтобы быть с вами. Это транспортная дороговизна. Наша НКУ варится в собственном соку. Не всегда имея возможность приехать на такие мероприятия, поучиться, просто пообщаться, получить идеи. Я думаю, что с одной стороны будет решение в активном внедрении цифровых технологий, в другой в поиске новых ресурсов и в развитии межмуниципальных связей. В качестве примера как раз хочу назвать проект арт-резиденции Терский берег, который реализовался в течение двух лет в нашем районе. Задача данного проекта было внести творческий вклад в развитие нашей территории через работу с местным сообществом. В итоге все мы получили большой плюс. У нас появились новые арт-объекты и мы получили новое умение знания в современном искусстве. Это хороший результат совместной работы мурманских общественных организаций с учреждениями культуры нашего района. Ольга Васильевна, слушать могу вас бесконечно, но если можно, давайте подведем этот вопрос. Спасибо, что вы слушали меня. Хотелось бы сказать в заключение, что общественная инициатива это в первую очередь люди. Поэтому наша общая задача и муниципалитета, и всех нас увидеть, поддержать и возможно научить людей не только рассуждать, а делать во благо общества. да, замечательно делайте, спасибо большое. Кстати, это совершенно интересный феномен, потому что самая большая беда, когда разговариваешь с муниципальными руководителями, заключается в том, что они говорят, да у нас нет некоммерческих организаций, вот как были три сестры и дяди Ваня, вот 10 лет назад, так и столько же приблизительно, а тут четырехкратный рост, что мне кажется, просто требует специально рассмотреть, это Елена Павловна, идея развития муниципальных связей, как возможность реализации, востребованности, выращивания коммерческих организаций, реализации потенциала на местном уровне, хороша, но уж когда вы сказали про креативное молодежное пространство, это такая эстафета вклада в будущее, такой образ будущего, совершенно замечательно, большое спасибо, что вы с нами этим поделились, я бы хотела сейчас предоставить слово Наталью Ревне, который председатель общественной палаты в Мурманской области, с общественной палатой все сложное в Российской Федерации, но что по закону общественные палаты создавались для того, чтобы это была такая площадка, на которой, если есть разные точки зрения, вот на нее собирают люди с разными точками зрения, в надежде, что они там не подерутся, друг друга не поубивают, потому что есть социальный капитал, доверие, который создает некоммерческие организации, а потом общественные палаты стали одновременно генераторами общественного контроля, формирование общественных советов, работы с некоммерческие организации и так далее, и так далее. А какую роль и какие обязательства, если хотите, какую роль вы видите общественную палату на следующий год в смысле формирования благоприятной среды для реализации потенциала социально-технических организаций? Спасибо большое, Светлана Гитальевна. Здравствуйте, уважаемые присутствующие. Ну, конечно, когда мы говорим о роли общественной палати в жизни каждого из нас, то в первую очередь мы можем говорить о необходимости и о возможности осуществления общественного контроля. Любые обращения жителей Мурманской области, которые поступают в общественную палату, они рассматриваются. По каждому из обращений принимаются решения, а какие-то решения мы можем самостоятельно принять, потому что экспертное мнение в общественной палате представлено в разных профессиональных направлениях, это и здравоохранение, и социальные вопросы, и сфера ЖКХ, ну, в общем, абсолютно любой вопрос, который волнует сегодня каждого из нас, он может найти свое отражение в работе палаты. А если мы не в состоянии сами справиться, то направляем полномоченным органам, да или органы исполнительной власти, или прокуратура, но каждый вопрос, он находит свое решение, да, однозначно. Безусловно, важна роль общественной палати в осуществлении общественного контроля, и вот здесь мы можем говорить о тех направлениях, которые, ну, опять же, они интересны всем, например, вопросы здравоохранения, да, качества оказания медицинской помощи, и так давно мы реализовывали очень интересный проект совместно с Росатомом, это школа прав пациентов. На протяжении года мы пытались до населения жителей Мурманской области донести информацию о том, как граждане пациенты, а все мы можем, все мы являемся пациентами, все мы можем оказаться в той ситуации, когда нам понадобится оказать качественную медицинскую и, главное, своевременную медицинскую помощь. Так вот, большое число зрителей Мурманской области получили достаточный объем знаний и очень высокую оценку от представителей Росатома, там у них есть Всероссийский союз пациентов, очень активные и позитивно настроенные коллеги наши, получили от них хорошую оценку в плане того, что да, действительно, все получается и можно в этом направлении двигаться дальше. Важную роль общественная палата сыграла на выборах, играет на выборах, да, потому что общественные наблюдатели, они могут в том числе и предоставляться общественной палатой. И изменения в Конституцию, которые в июле 2020 года вносились, мы обсуждали на площадке общественной палаты неоднократно и общественные наблюдатели на вот этих вот, на едином дне голосования, они, я думаю, сыграли важную роль, в том числе, вот, да, мы говорим про общественный контроль. Формирование общественных советов, верность в вас заметили, общественные советы, которые формируются при органах исполнительной власти регионального уровня, федерального уровня, ну, мы говорим про территориальное управление, они, часть формируется от органа, часть формируется от общественной палаты. И как правильно сформировать, как правильно вести себя, безусловно, общественная палата подсказывает. Общественная палата принимает участие в формировании общественной наблюдательной комиссии. Места лишения свободы, это особо, наверное, наша головная боль, потому что члены ОНК, они общаются с заключенными, они посещают места лишения свободы. И сегодня мы видим определенные проблемы с тем, чтобы сформировать ОНК, потому что это такой особый пласт, ну в общем, это особые люди, которым надо иметь очень хорошую выдержку. И это очень такой, наверное, злободневный вопрос для нас. Мы работаем с молодежью, да, я являюсь доцентом кафедры инспекции Мурманского арктического государственного университета и молодежь, у нас вовлекается во все вопросы. То есть, наверное, я смею заметить, ни одно мероприятие, которое осуществляет общественная палата, не проходит без молодежи. И это тоже очень важно, потому что только вчера мы проводили совместно с Комитетом молодежной политики, с Министерством внутренней политики, с Мурманской областной думы, круглый стол по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. И от молодежи мы нашли отклик. Отклик о том, что спасибо вам большое за то, что приглашаете нас, за то, что проводите такие мероприятия. В общем, говорить можно очень много. Хочется, чтобы население Мурманской области понимало, что есть орган, который может услышать, может принять те вопросы, которые есть, взять их в работу. И нас власть слышит. Мы слышим людей. Мы являемся проводником между властью и обществом, который надо развивать и надо поддерживать. И такая поддержка со стороны власти есть. Спасибо. Спасибо большое. Общество с властью как альпинисты в одной связке. Многие люди друг друга не могут это. Просто совершенно точно нужно понимать, что и качество, условно говоря, взаимодействия является важным. Но тогда у меня, я прошу прощения, законный вопрос. Но если так много всяких функций общественной палаты, и вы предполагаете, что вы одновременно увеличите стекло, через которое видна продуктивная практика или степень проблемности, которую могла бы общественность к вам направлять, а вы бы могли привлекать к этому взаимодействию органов власти и так далее, и так далее. То у вас должен быть какой-то мощный административный аппарат. Человек 5-8. Сколько у вас административного аппарата? Скажите мне, пожалуйста. К большому сожалению, мы одна из тех, ну не одна, Магадан еще есть, общественных палат во всей Российской Федерации, из всех субъектов, где в аппарате один человек. Это, к сожалению, не хватает. То есть человек, который может работать до 10 часов каждый день, это здорово. Но как долго этот человек проработает, Ольга Левтина, спасибо вам большое за работу. Ольга Левтина, кто это? Это руководитель аппарата. Ольга Левтина, спасибо вам большое. Как долго человек сможет в таком режиме проработать? Потому что с каждым днем палаты набирают обороты. И задачи, которые от общественной палаты России нам поступают, они увеличиваются. Возможности и наших ресурсов. Да, у нас есть пул экспертов. Это тоже здорово. Но работать... Все отдают себе отчет, что бывают сопровождающие работы, которые никогда не ездят, административные. И я думаю, что если мы в течение сегодняшнего дня еще внимательно скажем, совершенно не лоббируя только свой собственный интерес, а лоббируя общественный интерес, вот это сколько вешать граммок, сколько не хватает, чего именно, что мы можем сделать сами, а что необходимо для того, чтобы усилить потенциал взаимодействия, это будет, по-моему, правильно совершенно. Хорошо, что мы начали с общественной палаты, за них не страшно, их не закроют. Так ли? Спасибо большое. Хорошо, пожалуйста, у нас еще следующее выступление. Наталья Васильевна Зубова, которая возглавляет проект ресурсного центра. Что такое ресурсный центр? Никто о том, как он не знает, но все знают, что он обязан помогать. Если я верно понимаю, мы так ездим по городам и весим. Нет, все знают, знаешь, такое, Елена Павловна. Мы ресурсный центр для ресурсных центров. Но в целом есть такое ощущение, что есть такая другоизбранная организация, которая как-то всем все помогает, все делает и так далее, и так далее. При этом она не имеет никаких представлений о том, какие приоритеты в поддержке НКО нужны, а действует, ну вот кто обратился, тому типа и помогает. У меня такое ощущение, что в Мурманской области не так. Есть ли у Вас некоторые представления о том, чем Вы можете усилить сильный потенциал, или потенциал, который может развернуться в некоммерческих организациях? Где Вы видите особенные точки роста, в чем Вам кажется важно? Особенное привлечение внимания к той среде, с помощью которой можно помочь некоммерческих организаций. Обращаю внимание всем, кто здесь сидит, некоммерческими организациями. В них же не можно зайти, топнуть ногой и сказать, ну-ка, работай хорошо. Они же некоммерческие организации сами по себе. Как может государство, социально ответственный бизнес, граждане, что они могут сделать? Они могут воздействовать на среду. А среда уже в свою очередь создает стимул для того, чтобы некоммерческая организация поменялась. И в этой среде у нас торчит в качестве маяка ресурсный центр. Ну давайте, расскажите нам, что ресурсный центр думает о приоритете без среди. Спасибо, Светлана Градьевна. С моей точки зрения, мы как ресурсный центр должны помогать некоммерческим организациям, чтобы их работа была вина. В первую очередь, очень важно обращать внимание властей, внимание органов местного самоуправления на то, что существуют некоммерческие организации, на то, что они очень много делают, на то, что они работают с определенными категориями граждан, очень часто с которыми не работает государство или работает не в достаточной степени или не имеет не настолько индивидуальный подход, который необходим этим гражданам. Как ресурсный центр мы за 4 года работы выявили такую тенденцию, что особенно в отдаленных территориях необходима наша помощь, поскольку наши образовательные мероприятия, наши выездные какие-то сессии мы проводили не только, естественно, в Мурманске, но и в отдаленных территориях. Стало понятно, что там они даже более востребованы, наверное, чем в городе Мурманске, и там поддержка ресурсного центра, наши консультации очень-очень важны и очень востребованы. Плюс я считаю, что как ресурсники мы можем помочь гражданским организациям в плане формирования определенного информационного пространства, где НКО смогли бы получать необходимую информацию о том, какие конкурсы, какие гранты существуют, какие меры поддержки на уровне государства принимаются, какие льготы им положены. И вот в этом информационном пространстве давать эту информацию простым языком, чтобы было понятно всем. Ну и, конечно же, помогать потом воспользоваться этими привилегиями. Но вы такие одни или еще какие-то ключевые игроки могут быть в системе? Естественно, ресурсных центров может быть много, мы не претендуем единственное свое существование. И я считаю, что такие устойчивые НКО, которые самодостаточные достаточно, которые имеют большой опыт работы, вполне могут стать еще ресурсными центрами. Они могут иметь какую-то, может быть, определенную другую направленность, не как у нас. Например, насколько нам известно, организация, которая здесь уже прозвучала, северный характер, они подали свой проект в фонд президентских грантов и хотели бы стать ресурсным центром с точки зрения кинематографических своих компетенций. Это тоже очень здорово. И также хотелось бы отметить, что в Нурманской области очень здорово, что на этом поприще появляются новые игроки. И, например, как мы уже произнесли, фонд Endowment, про который хотелось бы, чтобы Мария рассказала более подробно, дает некоммерческим организациям гораздо больше возможностей, чем было до их появления, по крайней мере, это касается Нурманской области. Поэтому, с Вашего позволения, я передам ей микрофон. Мария Ильевна, Ваш следующий год прямо такой очень важный, судьбоносный, фактически, насколько мы понимаем. Да, это будет первый Ваш конкурс. Можно презентацию? Я постараюсь очень быстро рассказать, потому что я понимаю, что все устали уже. Нет, нет, нет. Нет, не устали. Вот у Вас будут слушать с особым вниманием. Да, фонд целевого капитала или Endowment фонд, это такая форма интересная, которая первый раз появилась только в Мурманской области. Собственно говоря, да, вот первый, если можно. Ну, собственно говоря, год назад Нурникель сделал нам очень крупное пожертвование в наш фонд, 1,4 миллиарда рублей. И наша особенность, почему мы Endowment, почему мы фонд целевого капитала, мы эти деньги не напрямую отдаем тем, кому они нужны, мы их передаем правильной, соответствующей компании, которая размещает их на фондовом рынке, и уже с дохода от этого целевого капитала, мы так эти средства называем, мы проводим конкурсы. Конкурсы финансовой помощи, ну или грантовые, если Вам так проще воспринимать. Пожертвование было сделано бессрочно, то есть это значит, что мы здесь надолго, привыкайте к нам. Средства, ну вот, как я уже сказала, из дохода. Первый конкурс начнется в феврале и закончится в мае 2023 года. Все социально ориентированные НПО в Мурманской области могут участвовать, но единственное, что реализация проектов предполагается на территории Мальчегорска-Заполярского или Никеля. Но мы не делаем ограничения, и для тех, реально, для любых, любые СОНКО могут участвовать в этой области. И следующий слайд, пожалуйста. Да, мы весь год готовились к этому первому нашему самому важному грантовому конкурсу, мы следили за тем, что происходит вокруг нас, мы активно собирали обратную связь с НКО, и мы понимали, что вот эти вот скачки цен, да, общая неопределенность, они, конечно, сейчас очень ухудшают, скажем так, настроение некоммерческих организаций, в целом вот эта вот непредсказуемость будущего, да, и так далее. То есть мы думали о том, чем мы еще можем помочь, помимо вот самих грантов, да, помимо этих денег, потому что в любом случае, если мы говорим о грантах, это не только возможности, но и обязательства, которые следуют за этим, да, у всех НКО. В частности, мы полностью убрали сейчас требования по личному вкладу какому-то организации, потому что мы боимся, что сейчас это будут вытягивать из них те ресурсы, которых и так, ну, не так уж и много, да, сейчас. Далее, помимо этого, больше того, мы даем возможность потратить часть грантовых средств на поддержание уставной деятельности, то, о чем мы говорили, чтобы мы не забывали про нее, да, про то, чтобы организация могла существовать, залатать какие-то свои финансовые дыры и так далее. То есть, пожалуйста, мы же все-таки фонд поддержки социально ориентированных НКО, правильно, поэтому мы пытаемся поддерживать. Естественно, у нас будет индивидуальный подход к договору передачи финансовой помощи, потому что, опять же, мы не знаем, как будут меняться цены в следующем году, да, и мы понимаем, что, может быть, кому-то лучше в зависимости от проекта передать деньги сразу, чтобы они могли купить и не рисковали там потом, да, остаться без необходимых средств. То есть, мы постарались, как могли, сделать этот конкурс антикризисным, скажем так. Ну и последний переключите, пожалуйста, сайт. Если нужны подробности, вот тут все данные есть на сайт, на группу ВКонтакте и так далее. Я что хотела бы сказать в заключении. Сейчас такие трудные достаточно действительно времена, и нам всем нужно быть гибкими. Не только НКО нужно быть гибкими, но и мы для того, чтобы их поддержать, и благотворительные фонды, и государства, да, должны понимать, что некоторые правила, некоторые те опоры, на которые мы опирались, да, то, как мы делали раньше, может становиться неактуальным, устаревать, иногда даже где-то навредить, да. То есть, вот, как я считаю, что сейчас собственный вклад, но это действительно может быть, ну, как, неблагоприятным, да, для НКО вкладывать еще какие-то свои ресурсы. Поэтому мы надеемся, что все будут гибкими в следующем году. Мы будем очень рады со всеми посотрудничать, кто захочет с нами посотрудничать. И, безусловно, мы ждем всех на СОНПО, на грантовом конкурсе в феврале. Следите за информацией на сайте и в группе ВКонтакте. Спасибо. Ну, видите, у нас, что называется, спасибо большое, просто подарок. У нас обозначился еще один ключевой игрок, и мы должны всегда быть благодарны социально ответственному бизнесу и социально предпринимателям, несомненно, не только за то, что они создают рабочие места, но за то, что они тянут эту замечательную линию экологической, социальной и ответственности в смысле открытого управления, работы с сообществами. И мы надеемся, что это будет один из примеров, который потом может настроить и ваши региональные конкурсы, потому что, как правило, конкурсы, которые проводят внешние игроки, например, в даунфонды, они позволяют испробовать такие инновации, которые не могут позволить сейчас себе государственное бюджетное финансирование. Есть возможность посмотреть внимательно на их практику. Завершая эту нашу с вами дискуссию, я хотела обратить внимание, что мы с вами вставили два вопроса. Первый вопрос. Существуют ли новые инструменты государственной поддержки, может быть, что-то такое рассмотреть на следующий год, исходя из опыта предыдущих двух лет, как минимум. И существуют ли такие вызовы в деятельности некоммерческих организаций, которые предполагают новые инструменты и особые отношения к партнерству, взаимодействию и так далее. И мы посмотрели на много разных вещей, которые кажутся очень важными. Обнаружили необходимости межмуниципального партнерства. Мы обнаружили в качестве приоритетов возможности взаимодействия с университетами, о которых нам сказал замечательный руководитель общественной палаты, третья миссия университета фактически таким образом реализуется. Мы хотели бы обратить внимание на стандартные, постоянно давно существующие общественные объединения, в том числе профессиональные общественные объединения, которые могут сыграть новую роль в этом освоении общественного пространства и в помощи людям в качестве жизни, хотя бы в той части, в которой они могут гордиться тем местом, в котором они живут и работают. А особенно востребованность, вот эта востребованность, про которую нам сказали на примере не самого большого и не самого ближнего к Норманскому району, в котором создаются разные варианты востребованности и возникает новый эффект. Города, которые выбирают люди, это города и поселки, я не знаю, села и так далее, и так далее, в которых человек востребован, чувствует себя нужным и значимым, может развиваться, может жить по-человечески в том смысле, что его мнение услышат, про него могут сказать, иногда сказать красиво, спеть песню и так далее, и так далее, что это делают люди, которые точно так же испытывают какие-то трудности, но они при этом объединяются, это замечательные коммерческие организации, что некоммерческие организации думают не только про себя, но и про себя любимых не забывают. В том смысле, что у нас уже прозвучало, что есть проблемы у некоммерческих организаций, связанных с административными процедурами оформления имущественной, например, поддержки и так далее, и поскольку министр экономический нам совершенно честно сказал, что в категории направления есть дебюрократизация этой сферы, то есть снижение административных барьеров, то имеет смысл, чтобы сегодня мы еще подумали над этим, потом в после оформленный период подумали о том, а какие, собственно, барьеры административные могут быть снижены, пользуясь тем, что нам сказали, что приоритет для Мурманской области заключается в том, чтобы по возможности снижать барьерную среду и улучшать взаимодействие некоммерческих организаций с поставщиками, с целевыми группами и с органами власти, принимающими решениями. Мы говорили о том, что очень важно, чтобы некоммерческие организации демонстрировали преимущество того, что они делают. У нас были здесь просто... Ну, я не буду говорить про вот эту общественную организацию, потому что ее преимущество заключается в том, что вот сидит перед нами молодая мама, которая преодолел все, пришла и ресурсным центром занимается, что-то манкое есть в этом. Не знаю, есть ли в этом что-то такое особенное, но элемент подвига в этом присутствует, мы бы сказали, да? А, да, мы бы поблагодарили, это очень хорошо. У нас были здесь совершенно замечательные некоммерческие организации, голос которых мы услышали, которые являются несомненными чемпионами, которые показали, как можно демонстрировать всем преимущество того, чем ты занимаешься, социальная полезность. И более того, они говорили на языке доказательных практик, о которых нам говорил министр социального развития, говорящий, а нам нужны результаты. Что это результаты? Вот эти доказательные практики, с которыми можно работать. Мы говорили о том, что некоммерческие организации являются организациями в шаговой доступности к обыкновенным людям, у которых сейчас большое количество разных слабостей вдруг возникает. Такая множественная уязвимость. Мы вчера разговаривали в деревне Иксосов, говорили про это, про множественную уязвимость людей. И это так понятно, что нужна особая связанность разных государственных и негосударственных сервисов, органов власти, муниципалитета, разных образовательных организаций, инфраструктурных организаций и так далее. Такая, при которой человек, преодолевший барьер и обратившийся за помощью или придумавший какое-нибудь решение, получал максимум возможностей для того, вот прям единственное обращение, получал максимум возможностей для того, чтобы его идея была реализована, а помощь была получена, потому что иногда бывает поздно, к сожалению, с этой помощью. Поэтому с этим мы с вами начинаем, по-моему, замечательно и продолжаем наш форум. И я хотела бы привлечь ваше внимание к программе форума. Во-первых, значит, у нас работает несколько линей, на программу смотрим, значит, у нас есть совет советов, который будет вот в соседнем помещении собираться. Совет советов – это там, где мы обсуждаем возможности соуправления, как сделать взаимодействие общественного совета с целевыми аудиториями и ведомством, при котором он создан, и самого ведомства максимально продуктивным интересам жителей Мурманской области. У нас есть замечательная площадка, которая называется экономическую источность НКО, фондрансик менеджмент, внешней коммуникации, это Тауши Дмитрия Гамович. Пожалуйста, обратите внимание, это не ария заезжего гостя, он у вас здесь бывает, и он много работает с мурманскими организациями. Но это редкий случай, когда вы с первых рук очень, как бы сказать, практикоориентированы и с достижительными результатами эксперта можете получить информацию о том, что же делать в ситуациях, когда нужно работать с возможностью получить пожертвования, сделать более внятными и яркими, как это будет устроить управленчески. Более того, он мастер по диалоговым культурам, поэтому это будет диалог. Не он один будет только говорить, а вместе с вами обсуждать конкретные вещи. У нас будет Елена Павловна Малицкая, это тоже вообще редкий, редкий гость. Она руководитель Сибирского центра поддержки общественных инициатив, это одна из самых старых, старейших организаций в Российской Федерации ресурсных центров из Новосибирска, с разветвленной сетью региональных, муниципальных ресурсных центров и возможностью работать с сообществами на местном уровне, плюс собирающие огромную линейку этой практики по всей Сибири, воспользуйтесь этой возможностью, потому что вы будете обсуждать повышение качества жизни населения через настройки связанных с государственных и государственных сервисов. По сути, речь пойдет о том, как на местном уровне осуществлять возможности взаимодействия разных игроков в интересах жителей, повышение качества их жизни. А потом еще у нее будет площадка, как не быть одиноким, выстраивая партнерство на местном уровне. Само по себе партнерство – это профессиональная технология некоммерческой деятельности. Управление называется управление воздействием. Она очень специальная, преподается в некоммерческих организациях на некоммерческом уровне особым образом. А у нас сейчас будет возможность посмотреть на практические инструменты того, как выстраиваются долговременные партнерства, как сделать партнерство токсичным, какие бывают партнерства, как часто мы их видим. И обратите внимание, речь идет не про политический союз, речь идет про шеринг, например, как можно совместно домом собраться и совместно, не знаю, закупить баклажанов и потом по всем распределить. Как выглядят соседские центры, в которых можно организовать продленку совместно друг с другом и так далее. Партнерство – это та вещь, которую любой нормальный человек, в смысле понимающий, что такое практика экономности, должен поднимать. Так что, пожалуйста, туда. У нас будет площадка «Государственный вектор работы с некоммерческим сектором, муниципальная повестка», которую, уважаемый Алексей Ильич, Богдин будет вести. А на ней будут муниципалитеты. Но, пожалуйста, туда могут прийти не только муниципальные служащие, но и всякие другие заинтересованные люди, потому что разговоры будут совершенно конкретные и практические. И еще у нас будет особая площадка, называется «Как учиться на чужих ошибках». Ее будет вести Денис Ильич Самойлов, старший эксперт центра «Гравнику», который я возглавляю. Он руководитель кейс-чемпионата, разумеется. Это федеральный чемпионат по решению кейсов, то есть конкретных случаев по управлению коммерческими организациями. А там вы будете вот что. Вы будете смотреть, как можно улучшить управление своей организацией, рассматривать, как можно решить задачку из другой организации. Будут описаны организации, с их опытом можно будет посмотреть внимательно. И будет один из ракурсов, который мне кажется очень важным, связанный с тем, что самое массовое, что мы делаем в день, мы консультируем по разным поводам. У вас случился сахарный диабет, вы заперты, потому что пандемия, поэтому вам может помочь общество сахарный диабет, пока вы не добрались до врача. Они будут вам вписывать рецепт, но скажут, что есть чего пить, а чего не пить, не при каких обстоятельствах. Совершенно возможно. Вот это ощущение консультации, которое необходимо расширять, оно будет на одном из кейсов точно так же и расходить, потому что это одна из их управленческих дисциплин. И, наконец, особая вещь. Консультационный сервис для тех, кто записался, или кто, наверное, может еще пока записаться, записался в мобильный консультационный центр, который будет работать вот где. Значит, вот если выйти, пройти через лифтовый холл и повернуть налево, там будет у нас как раз консультационный центр, и там будут консультации юристов не только местных, а еще внешних привлеченных замечательными нашими организаторами, бухгалтеры, экспертов по привлечению финансирования по внешним коммуникациям и особенный подарок. Это там будет специалист, который будет специально работать по вопросу вступления в реакцию поставщиков социальных услуг и по работе с социальными сертификаторами вашего дополнительного образования, раз это возникла триггерная тема. Поэтому организаторы специально сформировали пул экспертов, с которыми вы можете взаимодействовать. Большое спасибо за то, что вы принимаете участие в форуме. Сейчас у нас перерыв, и мы начинаем следующую площадку. Через какое время? Скажи, через сколько минут? Ну, 15 минут мы сейчас, да? 10 минут. Через 10 минут мы встречаемся с вами на площадке. Уважаемые коллеги, большое спасибо. Коллеги, еще небольшое отговорение, что... А еще у нас будет занятость подкастов там же. Кто понимает, что такое подкаст, хотел бы плюнуть вечность, пожалуйста. Так, где его? А где он? А где? А я не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...